Всё, пожалуйста, поделитесь там новостями, как у вас обстоят дела. Ну как обстоят дела? Мы тут уже два дня ходим в отдел юстиции, называется Министерство юстиции. Потому что там, где зарегистрирована наша община, где я жил раньше, вторая строительная, там сломали эти бараки. Теперь надо, сколько раз я им говорил, да ну ладно вам, зачем это, а теперь надо думать. Мы пошли, что пропишите, где мы находимся. Ну я-то по статье думал, что-то напишут им, всё, о нет, там разбираются. Я сразу вспомнил, недавно здесь статья в газете высчитал, сколько паразитов, говорит, которые мешают малому, ну начинают люди работать, устраиваются как-то. Вот раньше было как, чтобы продать землю и купить её, четыре человека. Иеремия продаёт, другой покупает и два свидетеля. А сегодня в Москве, говорит, 240 организаций надо пройти. Что-то я не поверил. А вот брат Игорь там что-то от бабушкин дом оформлял, Игорь Дбунов, в Красноярске. У них там 100-200, это, 120 с чем-то кабинетов. И при том, малый бизнес буквально задыхается в этом. Всё это за деньги. И каждый год по новой. Вот сколько их там сидит. В три-четыре раза больше номенклатуры стало, как было при советской власти. Ну и вот здесь вчера мы были там. И главное, всё согласны, все документы, всё на глазах, прописка там государственная, печати стоят. Теперь им надо в другом месте, это не у них. Потеряли как бы документы, ничего не потеряно. Ну организация такая, где пенсии там всё это, люди их вводят. Они не могут в отдел юстиции в этот министерство отослать. Сколько времени ждали, ничего не получается. После этого вернулись сюда. Они говорят, на бумаге напишем, что вы у нас были-то. Написали. А тут не могут принять. Опять техника не работает. У нас день прошёл. Стою. Я не люблю сидеть, всё время стою. Ну ладно, познакомился там с работниками. Подарил им визитки. Ну а я работаю, тут не будешь им говорить-то. Ну а сегодня нам нужна справка, что мы находимся здесь. А раз мы находимся здесь, значит, то, что думают под снос это место сносить, у нас всё квертормашками пошло, а так никак. Потому что вот эти два здания, 13 соток земли, земля тоже за мной, и два дома. Это всё было сделано официально. И здесь у нас церковь. Мало того, у меня склады здесь, 4 склада. Потому что для детей тут готовились, там книги сейчас где-то. Мы это всё написали. Опять никак не попадёшь. То дождь, то что-то. Но сегодня мы всё-таки там... Начальник уже вышел. Мы поздновато, а не поздновато, а по-другому нельзя было. Сегодня щебень привезли. 15 тонн. Ну, помогает и зять Елена Гладыщук. Андрей, он там с хозяйством где-то. А мы здесь. Мне надо подтвердить документы, там, что мы с мэром города. И он дал, что эта церковь здесь будет официально. Лучший мэр Российской Федерации. Безусловно. Официально признавали десятки лучших. А когда стал разбирательство, в десятки в этой он самый лучший. Ну и вот он погиб. Он на несколько месяцев старше меня был. Ну, у нас сохранились фотографии, когда эти дома нам передавали. Мы по рукам ударили. Даже поцеловались. И на всё фотографии. А он самый уважаемый был из всех, наверное, руководителей. Народ его очень любил. Нам надо теперь доказать, что это всё такое. К нам нельзя прикасаться. Ну, пока попадали не лично в руки. Посмотрим, что дальше будет. Я просил молиться. Ну, помаленьку подготавливаемся. Завтра, может, песок привезут. Потом арматуры Андрей там хотел взять. Я сильно-то не размахиваюсь здесь. Угол, который наклонился, его один угол только поднять, выправить. И дальше проверить только. Потому что дом оказался без фундамента. Ну, вот Каримов тут Михаил-то есть. Меня вместе с ним подписали. У него молятся о доме. Ну, как будет, ты не знаешь. Но я думаю так. Вот если приедут здесь, ну, Володя приедет. Вот Николай Георгиевич Кузьмин. Вон, тут иногда молится. Сургута. Ну, будем думать. Большая должна быть, это, болгарка. Пропилить асфальт, который здесь. Снять эти как плиты. И потом туда залезти. Ну, и Андрей, этот Головач, взять-то. Привез уже в бетономешалку. Мы думали, руками я всё думал. Нет, вот не просил ничего. Этого нельзя это такое. Ферму завёл себе и всё как надо. Вот милостью Божией так. И тут сегодня дождик накрапывает. Как вовремя-то всё. Мы одно дело не закончили. Посмотрим ещё, как будет дальше. Надо ли нет начальника уйти. Потому что такая молва была лет 8-10 назад. Я также запрос сделал. И мне ответили. Дома берут только в частном порядке, который люди сдают. А тогда они там уговаривают, там что-то делают, поджигают. Ещё только не делается. Высотное здание строят здесь. А у нас здесь река Оп течёт. Это огромная река. И от неё идёт рукав. Рукав. Он в тупик заходит. И тут рыбачат всё. И они решили. Ну, глубина там какая? Я не знаю. Дубунов там плавает. Он не и купается, а плавает, как он говорит. И они хотят эту глубину всю засыпать землею. Может, с камнем будет. Ну, на сколько здесь? Ну, километр, наверное, с лишним. А туда, чтобы лайнеры приходили углубить. То есть они могут. У них есть средства. Но тут мы не знаем, как. Если они туда полезут, до нас они не дотронутся. Ну, мы просто так не дадимся. Мы всех на ноги поднимем. Просим помолиться, чтобы сохранил эти два здания. В одном у нас храм, а в другом мы вот здесь живём. Вот такие наши дела. Да, да сохранит Господь все документы. Всё привести в порядок. Всё. Все документы, все фотографии с тем мэром, как мы расставались. Бумага от него. Дальше. Дома эти, что на мне находятся в реестре. И земля. Ну, всё как надо. Документы все. Но никто против документов ни слова не говорит. Слишком хорошие документы. Но для разбойников какие документы? Так что, ну, тут тоже недавно построились. А вот возле нас был двухэтажный дом. Прям рядом, деревянный-то. Ещё они так договорились с ними. Всё, хороший дом. Прям хороший. Из брёвен. Разобрали. И теперь тут пустырь. Им надо расширяться теперь. И в городе таких мест немало. Где они там договорятся и скорее огораживают. Ну, и захватили. А дальше строиться будут. Заказчики называются. А это же выгодно им. Ну, по милости Божией, вот так находимся пока. Давайте. Что у вас там есть? Инотич, мир вам, Христос Васильевич, Александр. С миром, Александр. Да я вот слушал ваши ролики там вот об избранности. То есть, как определить избранность. То есть, в любом случае, я как бы услышал так, что сама совесть, чувство такое, что ты действительно, ну, как бы не объяснил. То есть, у меня то, что вы о чём говорили там, я как бы наблюдал с детства у себя всё это, понимаете. То есть, вот такие вот вещи. Я думал, кто за меня так молится, что никто вокруг меня, нету верующих, а я вот иду к Богу. Вот более как-то, ну, понять, расширение, не можете сказать, то есть, избранность. То есть, избран человек, он, значит, из детства избирается к Господу, и там неважно, то есть, нам не определить это состояние, из-за чего это произошло. Избранность, так? Так, Господь говорит, много званых, но мало избранных. Что Он сказал? Пояснений никакого нету. Поняли они, нет? Нет, да. Ну, это Христос сказал, это Его слова, не мои. Люди, окружающие Христа, поняли это или нет? Вы избранны или нет? Человеку можно сказать, он будет всё подражать, делать и всё, а ничего нету. Мёртвый, мёртвый и живой, как отличаются? Надо родиться свыше. Родился свыше, это говорит об избрании Божьем. Здесь два момента главные, два, везде три, а тут два. Первое, ты должен признать, что ты окончательно, бесповоротно погибший грешник. Хоть всё твори, каждый день причащайся, а ты понимаешь, какой был, такой и остался. И раздражение, вот все говорили сегодня, любовь как, не завидует, там всё, а ты тебе сразу Бог даёт, а не по счастям. Этого нету. Люди думают так, сегодня маленько так, дальше и златоусы об этом говорят, об этом надо заботиться. Но ничего не получится. Всё, всё будет не так. И жена не такая, и дети, и работа, всё будет не так. И написано, всегда радуйтесь. Ну как я буду радоваться, когда такая беда? Будешь радоваться, если я рожден свыше? А одно рождение Господь избирает, и уже место уготовано. И об этом говорится, как сказать? Это первый этап, признай себя погибшим грешником. По сегодняшний день. Я мертвец. А если ты родился, когда у вас в паспорте написано, когда вы родились, а духовно когда родились, что послужило? Во сколько часов? Не бабушка водила в храм, не то, что священнику прислуживал. Когда ты родился для Бога? Когда ты получил крещение Духом Святым? Избранник Божий. У тебя всё будет по-другому. Где бы что ни было, Господь тебя выставляет. Потому что ты его избранник. Вот сегодня у меня тут одна сестра, я её не вижу сейчас, это. Голубева Екатерина. И она знает, что у меня 10 июня будет день рождения. Она решила написать стихотворение. У неё талант есть. И чтобы я и Калиников, значит, помог Виталию составить с картинками, проще сделать мне подарок. А тут один брат спрашивает, а вы как на это смотрите? Вот как я на это смотрю? Во-первых, я не знаю ничего. А то меня уже спрашивают через других-то. Как отношусь к этому делу? Я стихотворение Пушкина выстоял и всё. Нет, весь я не умру. И дальше. Хулу, хвалу, хулу, приемлю равнодушие, не оспаривай глупца. Вот и всегда есть, когда мне смотреть там. Одна можно, Екатерина, сколько там уже стихотворений, и всё они озвучили. И не я, это не я же пишу-то, они сами. Но у меня есть автобиографичные. А почему? То и другое. Господь выравнивает. Одна написала, а сто одна ругают. Вот. Поносит. Так что тут. Я отвечу на такие вопросы. Но если я буду отвечать, ты не поймёшь. И тогда дальше поверь, что он умер за меня. Я достоин смерти. Он, Иисус Христос, умер за меня. Умереть он не может. Поэтому он принял плоть. А 2014 к евреям, когда считаем. Кто, прочитайте-ка. Для памяти. Как дети причастны плоти и крови. Ещё так долго не слышно. А как дети причастны плоти и крови, то и он так же воспринял оны, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Вот так. Назначение. Зачем Христу было рождаться, когда он безначальный? Он вечный. 10.30. Иван Гелия Ана говорит, я и Отец одно. Я с Кемопеевым, когда пишет, говорит, он показал себя ангелом. Ангелы, может быть, миллиарды лет прославляют Бога, но не видели его никогда. Тут увидели, в яслях лежит. Показал себя ангелом. Дети причастны плоти и крови, он стал такой же, как мы. И он умер за нас, и кровь свою пролил страданием на кресте, меня он искупил. Ты должен в это поверить. И тогда на распятие, на все ты будешь смотреть, что это я его распял. Это я его бичевал. Грехами своей беспутной жизнью. Вот тогда будет видно сразу. Годишь сейчас? Я вот хотел только... А, извините. Я вторую ступеньку объясняю вам. Сначала признай себя мертвым. А потом надобность... Испытываешь надобность, чтобы... Не просто жил-дожил. Я всегда хожу в церковь, причащаюсь, там, может быть, что-то помогаешь. Нет. Рождение – это не тот акт. Оставьте мертвецам хоронить мертвецов. Кого имел Христос в виду? Живых. Говорит, Лазарь умер, а он уснул только и всего. Надо смотреть. И мы молимся. Вот мне смерть предстоит. Вот мне гроб там предлежит. И все. Молитва вечерняя. Мы должны понять, что мы погибшие. Он не просто меня поднял с постели. Он из ада вырвал меня. И туда спустился Господь в преисподние места. За мной пришел он туда. Мы-то где находимся? И вот это все говорит, что ты избран. Он дает тебе имя. Дал нам новое имя. Нас зовут христиане, поется. Вот и все. В этом все заключается. Два шага. Признай себя смертным, погибшим, ни к чему не пригодным и ожившим. И Бог покажет, на что ты годен, как новый. Во-первых, ребенок кричит. Во-вторых, растет. Но вспомни себя, допустим, три года назад такой ты был или нет? Духовный рост показать можешь? Назад был не таким. Полгода назад не был таким. Сейчас вот я живу и говорю, Христос воскресе настоящему. Воскрес, во мне воскрес. Я говорю, и сливается. И это кто? Это с преподобным преподобнешь будешь. Я знаю, вот они говорят, вот ты там в обольщении. Я говорю, я лучше буду в обольщении в этом быть святом, чем в вашем самомнении таком неправедном каком-то. Нет, отец, я очень благодарен Бога, вам и всем. Я говорю, да, я могу сказать, да, Христос воскресе. Я естественно, что он, если я воскрес, значит, все только о горнем. Ты только о Боге разговариваешь. Я говорю, а у меня нет другой темы, просто. Я вот такой вот, и все. Храни вас, Господь, отец. Много лета вам. Я вот, не знаю, я молю Бога, чтобы Господь вам дал и дал много лет жизни. Столько народов, столько людей вы привели к Христу, да, по-настоящему. Не то, что вот у нас смотришь, что-то рассказывают, рассказывают, там рассказывают. И ничего, никто не меняется. Вот, я уже думаю, ну бесполезно что-то кому-то рассказывать. Я уже никому ничего не рассказываю. Кто хочет, слушай так. Все, храни Господь вас, Христос воскресе. Все понятно. Доктор богословия Павел Бочков пишет. Ну, это местный журнал для семинаристов Алтайской митрополии. Они туда взяли его. И он говорит, к Лапкину по-разному относятся. Но тысячи людей, которые пришли ко Христу, в православную церковь, вы куда денете? И сразу все замолкли. Этот человек у него... Вот я разговариваю, когда там... Кто сидели? Глеб Якунин, общеизвестный какой. Зоя Крахмальникова, Дмитрий Дудко, Огородников Саша. Ну, люди знатные такие. Ни у кого так не было в заключении, в тюрьме, как у меня. Я когда рассказываю, они смотрят, как сказка какая-то. Я захожу только в камеру. Перекрестился. Мир дома всему. 75 человек. А рассчитано на 25. Три на одну кровать, на одну шконку. И вот дальше здесь, что самое интересное будет. Сразу же, в этот день, у меня начинается проповедь. Три человека нашли некурящих. Тщательно вымыть руки. Чтобы никто не закурил в это время. Никто не разговаривал. А за этим следят. Будь здоров. Не рад будешь, если ты нарушишь. Все. Отужинали. С восьми часов я начинаю говорить. Отбой в десять, в десяти часам. Открываются двери, охранники. И со второго этажа, с первого приходят. У двери стоят. Первый день. Это человеку не... Но это только Бог делать может. Только привезли меня в тюрьму. Начальник, полковник Александр Семенович Соломин. Вызывает меня. Родной мой. А ты по какой статье? Я говорю, такая-то там, называю, сто там, так, прим называется. А что это за статья? Он полез, достал. О, так это вон что. И он меня все время вызывает, родной мой. Мы беседуем с ним. Политрук пришел. Если что, будет неладно, сразу меня вызывайте. Капитан Ульяновский Владимир Александрович. Первый день. Первая ночь. И уже все. Утро мне говорят. Вот вы ночью молились. Семь человек становились сзади на колени. Преступники. По шестой ходке некоторые. Тяжелая статья. И они становились на колени. Остальные говорят. Вы разрешите нам. Мы с вами будем молиться. Я только зашел. Первая ночь. От меня тут ничего не зависит. Это Бог делает так. По этапу ведут. Завели только в камеру. А там два. И один такой русоволосый парень. Понятно. Менял деньги. Что-то такое. Обмен был учителями. Он там в Германию учился. Сане сюда приезжали там. Ну и видимо деньги-то дали. А он их решил там по-другому направить-то. И вот это по этапу сюда. Я только открыл камеру. На этапе уже. А он. Вы Бог. Я говорю. Да какой же я Бог. Я человек. А мне сказано ночью было. Что Бог придет к вам. Я говорю. Через меня к вам Господь приходит. И он до утра сидел и переписывал. Новый завет там сколько мог показал. Первый шаг. Только через порог. Нельзя это пристроить. Нельзя это Бог делает. Вот выдают, когда тебя берут и держат в нулевке. У камеры номера нету. Ну там до утра ночевать. Ко мне когда выдают, дают там матрас. Просто не половина нету. Сожжены. Щифирят они. Как это дрова называются. А этот который выдают. А вы откуда? Я говорю. Из Барнаула. Я вас уже два года жду. Как? До меня еще только полгода арестовали. 190 прим. Не в этом дело. Мне Бог сказал. А его оставляют при тюрьме. Какие-то льготы. Там большие деньги. Кому-то там знают куда сунуть. А его я, говорит, спрятал новое. Она просто буквально хрустит. Как накрахмаленная. Матрас такой. Полотенце. Кружка. Никто в ней не варил ничего. Он ждет меня. А меня еще не арестовали. Кто это может сделать? Это избрание. Господь сам пролагает тебе путь. Сам. Но я уже... Если показать, как нас арестовывали. Как мы бежали по крышам домов. Вот есть бегущий по льду. И видел кто или нет. Фильм такой. Можно посмотреть, кто пожелает потом. И мы нам пришлось... Видели, видели, Игнатик? Хороший, правда? Очень хороший. По вашей, видно, это... Указанию посмотрели. О! Так вот здесь-то мы тоже по крышам, когда бежали, через улицу туда. Только выскочили туда. А туман был. С двух сторон машина нас уже заблокировали. А я и говорю, что-то смотрю, они не в форме. Я говорю, вы что? Я думал, милиция они. А мы повыше милиции. Меня арестовывали по санкции московского КГБ, МГБ. У меня очень большой опыт. И этапы в тюрьме я могу сказать, как себя вести, чтобы тебя... Вот посмотрите, как заходит только и сразу и кверх ногами ставится. И у параши ночевать будешь, и могут там нехорошие дела сделать. Здесь все, первый вечер, полное молчание. Ни один не закурил. Вымыли руки. Я достаю Евангелие, Новый Завет с псалтырью от братьев Гедеоновых-то. И начинается проповедь. Вот это избрание. Он меня избрал пройти этот этап. Первый раз арестовали, один говорит, это вам семинария. А когда попался второй раз, стали смотреть. Это отец вам академия. Вот так. Избрание. То есть, где бы что ни случилось, я по близкому знакомству, по родству с Богом, начинаю говорить, Господи, я вот приказываю, что нужно сделать. Вот у нас говорят, Господи, а вот тот-то там сотник, он любит народ наш, синагогу построил. Я построил шесть или семь синагог, то есть, где молились. А в дому у меня, вот сейчас вот имею, никого больше нету. Ну, один, два раза, ну, семь раз в разных местах потеряю, и здесь, и все эти места принадлежат мне. Не считая храма. Когда батюшки нет, молились. Как это может быть? Притом, заранее все это, это нельзя пристроить никак. Это только избрание, рождение свыше и водительство Духом Святым. Я рассказываю, какие у меня были состояния, какое переживание, когда я обратился 27 сентября 1962 года в 17.00. Первая молитва. Я с молитвы встал и сам на себя смотрю. Вот который склонялся и который встал с молитвы, ну, полчаса, может, было, да меньше. Это разные люди. Совершенно разные. Вот как Бог делает избрание. Он моё показывал ещё в фильме, отверженное Викторией Гюго. Его поставили тогда Франция и Италия. Я в армии посмотрел. Это сильно толкнуло меня. Евангелие не знал ничего. Избрание это уже было видно. Четыре года. Я уже помню себя хорошо. Четыре года. У меня было желание скрыться, помолиться. Ну, тут взрослого-то и то всё некогда, да забыл, да. Меня Господь на колени ставит. Четыре года. Я ещё многое могу рассказывать, но как определить? Я беру в своей биографии. Я такой вопрос не задаю никогда. Я знаю, кем бы я был. У меня мысли-то были, я буду террористом. Убивать коммунистов. А Господь меня сиял светом и говорит, тебя будут гнать, тебя будут убивать. И вот так Бог сделал. И вот бывает близкий человек и делает со врагом, как реагировать на это. Ну, а тут уже не раз было. Ну, как молиться только. Хвалу, говорит, хулу приемля равнодушно. И не оспаривая глупца. Я поэтому благодарю Бога за всё, что у меня есть. Давайте вопросы. Что-то молчание гробовое. Молчал что-то. Молчат? У меня было такое. Человек издалека приезжает. Мы тут вопросов написали-то где-то. Ко мне только подошёл. Первый вопрос, говорит, сразу щёлкнуло. Ответ нашёл. Дальше только записывает. Бог отвечает это. Она приходила, она везде там, и у Кришнаитов, и везде ходила, искала на занятия. Я говорил о втором пришествии, она говорит. Она прошла и тут напротив кафедры в университете. Там человек сидел, женщина встала, пошла сзади, где там одёжа лежит. А она села сюда, говорит, у меня было семь вопросов. И вы начали отвечать в том порядке, в котором они у меня записаны. Ну и, значит, как я знаю-то? Да откуда я знал? Я даже и не знал, что это. Я просто говорил. Я просто говорил. Вот скажу сейчас, готовятся проповеди во свете Святой Библии. Определённо скажу, проповедей таких сегодня нет. У самых знаменитых проповедников нет. Или проповеди в стихах, вот четыре тома по 880 страниц. В стихотворной форме. Я, говорит, напишу, у меня всё-таки здесь. А здесь каждое стихотворение – это проповедь. Эпиграф из Библии. Четыре тома по 880 страниц. Этого никогда не было нигде. Во многих стихах против каждой строчки, 36 строчек, показана глава стих какой книги Библии, откуда мысль взята. Даже спрашивает, вы сначала написали, потом искали, или знали, что нужно. Я, когда, наверное, сегодня показывал одному человеку, у меня черновики. Я их уничтожал, а одна сестра говорит, как же так уничтожаете-то? Стихотворение-то. Ну, осталось, может быть, там тысячу или сколько. И нет ни одной помарки. Они карандашом написаны. Вот когда продают бумагу А4, 500 листов. Это семь пащек одна на другой. И записано отверху до низу. Ни одной строчки пустой нет. И ни одной помарки нигде нет. Такого не бывает. Это не может быть. А как? Не знаю. Я ни на вопрос это не могу ответить. Просто у меня проплывает строка. Я ее чувствую. Я не вижу, я ее чувствую. Сразу на молитве записываю. А дальше только уже еще там 35 строчек запишу. Иногда, бывало, даже два раза на молитве явится строка. Как это так? Не могу ответить на этот вопрос. Я понимаю, это избрание. Господь на такое дело поставляет. Иногда на невыносимое. Господи, я уже тут не выдержу, наверное. И сразу вспоминаю 10-13 послания к римлянам. Кто-нибудь, прочитайте-ка. Господь не подает сверх силы. Ну, ладно тогда. Ладно. Ну, вот такое дело. Еще вопросов-то нету. Вопросы есть. Только некоторые думают, как бы задать. В самом простом формуле. Говорите, и все. Ну, что, никого нет? Молиться надо, наверное. Да, Игнат Тихонович. Тогда назначайте. Хорошо. Так, мы сейчас зайдем сюда. О! Что-то у нас тут сегодня непонятно. Сестра Девора Горебян здесь? Нету, ушла. Здесь? Ну, не знаю. Ну, здесь. Так что ж молчишь-то ты, пташка? А у меня телефон далеко, Игнат Тихонович. Пробежала. Ну, ладно. Прости, что потревожил. Вот братья тут пропоют. Тут пасхальный какой-то, может быть. Христос воскрес. Сразу сотворите молитву кратко. И в конце обязательно прославьте Святую Троицу. И громко скажите Аминь. Согласна? Согласна. Во славу Божию. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Ангел вопияши благодатней, чистая Дева, радуйся. И по кереку радуйся, твой Сын воскресе, тридневен от гроба. И медвы воздвигну вы, и люди, веселитесь. Светися, светися, о новой Иерусалиме. Слава Бога Господня на тебе, Васия. Ликуй ныне и веселись о Сионе. Ты же чистая, красуйся, Богородице. О восстании Рождества твоего. Господи, я благодарю Тебя за братьев и сестер, за Игнатия Тихоновича, за эти занятия. Дай мудрости, Господи, поступать разумно. Дай слух услышать слова Твоей Божественного Писания. Дай памяти нам, Господи, запомнить все, что мы проходили. Дай любви друг к другу по милости Твоей. Дай силы исполнять все, что мы изучили. Мы Тебя за все благодарим, Господи, за то, что собрал нас. И сделал родными. И Тебе славу высылаем. Отцу и Сыну и Святому Духу. Ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. 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 Спаси Христос. Да. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Спаси.